Это начало нового влога. Сегодня обед в парке. Приготовила курицу, овощи нарезал, виды хоть что-нибудь. Вот. Столько народу в парке. Просто погода хорошая, ветра нет, тепло, солнце. И люди все повыходили. Наслуждаемся последними недельками в Сан-Франциско. Мы находимся в метро. Первый раз, честно говоря, вижу пустое, совершаем метро. Вообще абсолютно никого нет. И чисто, что вообще не похоже на американское метро. В общем, собрались мы в соседний район на стрижке. Потому что уже нужно постричься. Пауэлл. Стрит. Остановка. Тишина. Капец. Реально. Может, никогда в жизни я, наверное, такое не увижу. Может, поезд приедет через 13 минут, поэтому у меня есть время поснимать что-нибудь. Очень странно, что я не снимала видео, когда был процесс вывоза мебели и всего. А на свете, когда я упиралась. Но на самом деле просто времени не было. Надо было все быстро сделать за сегодня. И вот сегодня мы уезжаем из нашей миленькой квартирки. Это Катина комната. Все уже пусто. Пустое шкафы, пустая ванна, пустая наша комната. Даже эхо есть. И тут еще вещички. Потому что сейчас будем собираться и уходить. Немножко грустно, но впереди новый город. На самом деле не так уж грустно. Может быть, уже привыкла к переездам постоянным. И когда ты знаешь, что это место, тебе рано или поздно отсюда все равно уезжать, наверное, не так уж и грустно становится. Все вымолили, все почистили. Поэтому мы сдаем ключи сегодня и надеемся, что нас не так сильно зачаржат. Зачаржат в любом случае, потому что там есть разбитая раковина. Это трещина. Никто не знает, как она появилась, потому что никто ничего туда не ронял. Ну, по крайней мере, все, кто здесь жил, так говорят. И никто не помнит чего-то подобного. Видимо, может быть, ее уронили, но она со временем появилась. Придется за нее заплатить 250 баксов. А так, в целом, все окей. Сделаю обзор на номер сразу, чтобы не повторять ошибок в прошлый раз. Пока чистенько. Так, я сама еще тут не видела ванну, например, поэтому давайте вместе зайдем и посмотрим. Вообще, этот номер мне нравится больше, чем был Хилтон в Северле. Так, краклина, стаканчики, полотенчики. Вау, прикольный наборчик. Картинка, ванна. О, классная ванна. Обычно всякие гладильные доски бывают, вот сейф, утюг. И это кровать кинг, наверное, потому что куин немножко поменьше. Такие вот часики. Телевизор, тумба такая, водичка, все дела, рабочий стол, кофемашина, кофеечек всякий, чаек, сливки. И самое классное здесь это вид. Это 22 этаж. И вот, когда смотришь прямо, то все нормально, но когда смотришь вниз, немножко страшновато. Но очень красиво. Флаг Америки развивается. И там, там кусочек Бэйбриджа. Мы сейчас в Сан-Франциско в аэропорту и скоро уже вылет будет в Сиэтл. И прилетим в Сиэтл и будем заселяться в нашу новую квартиру, в которой мы еще не были, но видели ее полхота и видео, которые нам присылали из комплекса. И мы заранее заказали мебель, ну и все необходимые вещи, которые нужны. Там матрас, матрас приедет позже. Ну там диван должен прийти, стол должен прийти, кухонные стулья, много чего. И вот нам интересно, где это все, потому что некоторые вещи уже якобы доставлены, но мы вообще не знаем, куда их доставляют и где это вообще почта лежит. Поэтому мы сегодня вечером приедем и посмотрим, где наши покупочки и будем наверное собирать мебель. И наконец-то увидим нашу новую квартирку вживую. Плюс снимать видеомаски, потому что нет второго подбородка. Можно снимать снизу. смотрите, с каким видом просто встретила нас квартирка и такое сердечко в здании на здании Хаят Риженси. Вау, просто я не верю. Так красиво. это мой вклад в сборку мебели. Было легко на самом деле. Сейчас распаковываем полку для телека. В общем, полочку решили обратно сдать, потому что вот она очень темного такого коричневого цвета. Паркет у нас как оказалось другого цвета. Кухня вон такого орехового цвета. И здесь дверь тоже другого цвета. Ну и в общем мы решили, что не надо. И плюс она внешне не особо понравилась. Вот поэтому пока не поздно сдадим ее обратно и выберем что-нибудь подходящее. Итак, вот это в коробке лежит кровать, которую тоже будем сдавать, потому что она оказалась металлической, хотя мы были уверены, что она деревянная. На картинке она выглядела реально как деревянная, но оказалась полностью из металла и что-то не понравилось нам такое. Этот столик тоже. Ножки металлические, а все запчасти, как вот это вот кольцо, которое держит ножки, и наконечники на ножках, они из пластика, что портит вид. И он шатается, и вообще конструкция какая-то ненадежная получается. Хочу показать, что купили для дома. Вот такие два набора с черными вилочками, ложечками и ножами. Такой вот наборчик для кухни. Две вот такие тарелочки. графин для воды либо лимонада. Такая вот маленькая сковородочка для яичницы. Держалка, которая крепится внутрь в раковину. И, кстати, мне нравится цвет этой тряпочки и цвет этой губки. Не ядовито-зеленый или желтый, а тоже красивенький под кухню. Такие вот черненькие полотенчики. Три штучки, чтобы чаще менять. И две глубокие серые супницы. Все, что мы заказали на вейфере, не подошло либо не понравилось. Поэтому почти всю мебель напакуем обратно. Вот это уже все запаковано. И сзади там еще кровать вот эта большая. и я сейчас пакую стулья. И оказывается у Фидекса есть такая возможность, где ты все сам пакуешь, звонишь им и они забирают прямо из твоей квартиры. А изначально мы хотели заказать людей, которые бы все это вывезли и достали до Фидекса. И хотели, готовы были заплатить, но оказалось, что Фидекс сам это может сделать. Так, апдейты нашей сборки мебели. Собрали икеевский столик беленький, планируем его использовать как обеденный. И у нас есть два стула вот таких вот, очень красивые, нам очень понравились, мягкие, прям удобные. Их так легко собирать, просто нужно закрутить четыре ножки внутрь. Сейчас покажу на инструкции. Просто одна картинка. Закрутите и все. К моменту, как мы собрали кровать, нам пришло сообщение, что доставили матрас. Я вам сейчас покажу, куда нам доставляют все посылки. Ты просто открываешь дверь и все здесь. Всю мебель, которую мы покупали, они доставили сюда. То есть тащить ничего не надо было даже на лифте. И сегодня нам еще пришел телевизор. Вот моя кофта. Телевизор Sony. Полка для телевизора, которую мы сейчас будем собирать. Поставим телевизор, сейчас раскроем матрас и сейчас покажу кровать, которую собрали. Вся мебель теперь у нас из Икея. Матрасы приходят в такой коробке, и его делают в пакет, из которого выдувают весь воздух, поэтому вот он в такой маленькой коробке. Мы сейчас его положим сюда, вскроем, и он надуется. Вот он надулся. Матрас ужасно очень тяжелый. Знаете, как это на видео показывается в рекламном ролике, как они доставляют матрас в такой коробке, и как будто бы маленькая девочка подошла, вытащила этот матрасик, положила, разрезала, и он надулся. Он такой тяжелый, что двое взрослых людей тащили, и им было тяжело. На матрас сейчас попробуем. Такой мягкий. И вот это memory foam, как они показывают. Вау, как мягко. видеть. Прям коленки проваливаются. Так мягко. Видите, я нажимаю, и потом там появляются. Самые современные технологии матраса. Классный матрас. I like. Уже сегодня ровно неделя, как мы переехали в Сиэтл, и у нас почти обустроена вся квартира, но я не буду ее снимать сейчас, потому что я проведу ром-туры, покажу там крышу и все, что предлагается к этому зданию. Вот, поэтому спасибо, что посмотрели это видео. Ждите следующего, где я буду полностью показывать нашу квартиру. И до новых встреч. Спасибо, что посмотрели. Пока.